Добрый день, дорогие друзья! Отвечаю на ваш вопрос по поводу рейтинга сталей. Есть у меня еще одно видео, я снял специально более расширенное, с примерами западных сталей. То есть, как бы, ну, мое мнение, как, для чего и какая. Вот, а это вот короткое видео, чтобы людям ориентироваться сейчас в данных сегодняшних реалиях жизни. Потому что сейчас многие стали, именно моностали, найти трудно. Я имею ввиду там Рекс-121, 120, 125, 90, там, ну, короче, все пошли, все стали, которые мы все знали. Производство Крузибл, либо Карпентер. Вот, поэтому о них сейчас вопрос не стоит. Он актуальный, его можно, конечно, все эти стали найти, но они сейчас у нас попадаются в ламинатах. Ну, про ламинат я скажу чуть позже. Я сейчас скажу рейтинг стали, на мой взгляд, которые достаточно хорошо выступают на рынке. Они имеют хорошее свойство, как режущие, так и механику. И которые, эти стали, они, ножи из этих стали будут перекрывать практически все вопросы, которые вам стоят. То есть, итак, начнем. Это те стали, которые прошли через мои руки, которые я протестировал на моем канале, которые есть в свободном доступе, и все в них могут посмотреть и сделать какие-то выводы. Итак, что касается из стали, которые механика и рез, на данный момент мне очень понравилась из наших отечественных. Это ЭП-770. Недорогая, классная сталь. Она мне очень понравилась, как она работает, как она затачивается, как она, с какой легкостью направится, набирает остроту, и никаких проблем с ней нет. То есть, нож из нее будет просто шикарный. Насчет, как она ржавеет, я не знаю, потому что нос сейчас возвращается назад. Когда я его получу, ну, там будут доделывать клинок. Ну, естественно, можно, конечно, его испытать по коррозионной стойкости. Это ЭП-770. Сразу хочу сказать, обратите на него внимание. Бланки продаются в ВКонтакте. Ну, они недорогие, но сталь достойная, которая прям может быть топчиком. Это из отечественных. Дальше. Из отечественных стали это 110Х18МШД. Ну, здесь уже чуть-чуть посложнее, потому что, во-первых, надо качественно найти сырье само по себе. И второе, это, естественно, термообработка. Ну, многие мастера, которые дорожат своей репутацией, которые давно уже на рынке, они делают хорошие результаты, термичат 110Х18МШДшку. И она показывает очень хороший результат. То есть, вы могли видеть на моем канале 110-ка. Это, по-моему, ночная смена нож. Он там ободрал двух корров, потом сколько там карасей. В общем, кому интересно, можете посмотреть. Эта сталь свободна. Она продается. Ее можно купить. Либо клинки, либо бланки. Там уже все зависит от вашей фантазии. Дальше. 95Х18. 95Х18 это уже вообще, как говорится, старичок. Это сталь, которая уже известна хренов тучи лет. Но, опять же, здесь все не так однозначно. При хорошей термичке сталь тоже показывает очень достойные результаты. Теперь берем то, что к нам приехало из Китайской Народной Республики. Это сталь, которая сначала я ее обходил стороной. Смотрел на нее как бы свысока. Но потом, когда я решил заняться этим вопросом вплотную, я для себя понял, что сталь очень зачетная. Сталь классная. И ножи с нее очень-очень даже имеют право быть. Это АУС-10 Кобальт. АУС-10 Кобальт. Вы видели длинный сериал. Там было 6 ножей, 6 разных режимов термообработки. Как она себя ведет. Как она на одном режиме, на втором, на третьем, на пятом. То есть, она практически везде показала достойный результат. Она очень классная. Единственное, что у меня там, когда ножик, который был на баранцевом море, он там где-то пошел пятнышками. Ну, там, по-моему, все, наверное, пятнышками пойдет. АУС-10 Кобальт мне очень зашла. Очень классная железка. И вот одна из последних сталей, клинки, которые мы тестировали. Это китайская Хром-12 Малибден Ванали. Тоже она, ну, ее как бы позиционируют, что это Х-12 МФ, Х-Д-2. В общем, и из этой, как говорится, этого класса стали. Вот. Она мне вообще просто зашла. Во-первых, она классная, но, опять же, все зависит от термообработки. Но, по крайней мере, у меня было две железки с этой термообработкой. Это Андрей Алексеевич Приказчиков, как вы видели, ролик на канале есть. И от Удачной Мастерской. Вроде бы, как казалось бы, стали одинаковые, но чуть-чуть ведут себя по-разному. То есть, разные режимы термообработки, разный результат. Но, в любом случае, что в первом, что во втором случае, Хром-12 Малибден Ванали показывают очень классный результат по работе. Ножи, которые у меня приобрели из Х-12, вот с Хром-12, вот это люди очень довольны. Она, во-первых, очень хорошо правится, хорошо держит заточку, она очень агрессивно режет. И, в общем, она беспроблемная. Тем более, вот я недавно разговаривал с мастером. Он взял лист, отрезал кусочек и затермичил. И говорит, что я ее термичил без азота, без ничего. То есть, просто, вот как там что-то было написано, но видно, у него там, может, какие-то свои секреты есть. И говорит, она мне сразу дала после всех отпусков 62,5-63 единиц. Для китайцев это вообще шикарный вариант, потому что это уже говорит о том, что сырье чистое, сырье хорошее. И результат после термообработки будет практически одинаковый на всех клинках. А что нам для этого? И это нам и требуется, как говорится, на наших ножах. Поэтому вот такой вот рейтинг стали на современном этапе. Я бы остановился, это 770-я, 110Х18МШД, 95-ку, ладно, можно убрать, потому что она уже давно на этом, на рынке. АУС-10КОБАЛЬТ и ХРОМ-12МОЛИБДЕ-2НАДИИ. То есть, это вроде, это стали все разные, но они могут использоваться как на ножах-универсалах, так же на ножах и на кухонных. Что касается ламинатов, ламинат это, это ну как, я понимаю для чего делается ламинат. Ламинат делается для того, чтобы скорее всего, на мой взгляд, могу ошибаться, не утверждаю, чтобы сэкономить материал. То есть, раскатывают пластину, вот такую, то есть, если допустим на клинок надо было на стали 20 см, то есть, если его раскатать в ламинат, то здесь получится там допустим 40 см полоса, то есть, уже экономия какая. Вот, что касается моего отношения к ламинатам, я к нему отношусь не отрицательно, не положительно, есть они, да и есть. Я особо по этому поводу не заморачиваюсь, я предпочитаю моностали. То есть, я предпочитаю моносталь, чтобы у меня, допустим, если Рекс, так у меня был 4 или там 3 мм в обухе по росту моносталь и все. Я знаю, как им работать, я знаю, что от него ждать, я знаю, что, как он себя ведет, что им можно, что нельзя. Вот, и я вот им буду работать. Понятно, что, в общем, ламинат, вот там, с одной стороны, это защита от коррозии, там, еще чего-то, еще чего-то, я все прекрасно это понимаю, но это выбор сугубо индивидуальный каждого человека. И еще один момент, я специально, как бы, для себя поднял статистику на ГАНЗе, потом, кто продает ламинаты, кто делает. Вот, и мне, и для себя я так начал посмотреть по мере развития ламинатного, как говорится, искусства, что раньше, допустим, толщина слоя была там 1,4, 1,3, 1,5 мм, то есть достаточно толстый, нормальный центральный слой. Потом, по прошествии какого-то времени, центральный слой становился потом 1,2, 1,1, 1 мм, то есть когда в описании писали. Потом стал он уже 0,8, сейчас я уже думаю, может, даже уже до 0,6 или там до 0,4 кто-то может делать, не знаю, не буду утверждать, потому что я за этим, как говорится, не слежу. То есть, и почему я предпочитаю моносталь, потому что я предпочитаю, чтобы у меня в анализ 10 был, допустим, в целом, в клинке, а не толщиной режущей кромочки, центрального слоя, где-то 0,8 мм. Ну, это мои тараканы, я никому их не навязываю. Если кого-то устраивает, то ради бога, вы можете использовать, приобретать ламинат. Поэтому здесь все сугубо индивидуально, здесь все сугубо на ваш вкус. Вот такой был небольшой рейтинг сталей. На данный момент это то, что сейчас в современных реалиях можно брать смело, не боясь, и пользоваться нормальными ножами. Я говорю именно со своей точки зрения про эти стали только на основании того, что они прошли через меня, они прошли через мой канал. Есть видео по поводу испытания всех этих сталей, и я могу только говорить про них со своей точки зрения. Какие результаты будут у других, не знаю. Что касается китайских стали, как LMAX M390, 398, S390, еще там чего-то, там китайцы сейчас будут шлепать. Я ничего не могу сказать, потому что я через них не проходил, в руках их не держал. Те тесты китайского LMAX и M390, они мне никак не зашли, и мне не понравились эти стали. Может быть, плохая термообработка была, не знаю. Но рекомендовать я их не могу. Вот то, что я вам рекомендовал, это могу, потому что я руками их пощупал, порезал, и теперь знаю, как они себя ведут, и как оно будет показывать себя в работе. Ну, а то, кто говорит, что у нас там все остальное супер, это, как говорится, пускай будет на их совести. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok